всем всем добрый день мои дорогие зрители я сердечно приветствую вас осенью нас во всей красе приближаются праздники один из самых больших праздников в америке это день благодарения и сегодня я хочу сделать вид вот именно по вашим запросам а запрос был такой и он был от одной из подписчиц ее зовут лила и она как и я и наверное скорее всего как многие из вас любит свой дом и любит его организовывать и вот она попросила сделать обзор всего того что связано с кухонной утварью начнем с вами с похода в магазин где я черпаю свое вдохновение там все выглядит идеально ну и дальше мы с вами походим по другим магазинам где также можно сделать подобные но более бюджетные покупки поговорим с вами про самую разную кухонную утварь что нам нужно что нам не нужно без чего можно обойтись и вторая половина видео будет посвящена очень вкусному рецепту тыквенного супа и также в самом конце видео я приготовила для вас небольшой видео сюрприз который никак не связан ни с кухней не с готовкой это просто будет удовольствие для вашей души для вашего сердца поэтому досмотрите видео до конца приятного просмотра и прекрасного настроения очень часто зрители пишут в какой красоте вы живете и вот знаете раньше я почему-то хотела не нравится мне долгая зима и вот особенно в конце зимы у меня наступает такая меланхолия но и я думала долгое время что вот переехать в какое-то теплое место где бы не было зимы и потом вот так вот я представила что вместе зимой наверное уйдет и осень и весна и зима тоже она имеет свою прелесть сейчас посмотрите какая у нас красота ну а теперь мы с вами возвращаемся на кухню и возвращаемся к нашим кастрюлям вот сайт на который я захожу и магазин которые посещаю для того чтобы получить такое максимальное вдохновение и в этом магазине все идеально это магазин вильям санома сейчас мы с вами смотрим их интернет-сайт на которую вы также можете зайти посмотрите что я напечатала в поисковике вверху и вы тоже это сможете сделать вот сейчас у них представлены идеи декора осеннего стола на день благодарения в общем осенний декор в таком элегантном стиле есть и другие магазины более современные допустим крейт энд арал или у остел но вот вильям санома здесь у них традиционная сервировка стола и дается очень много прекрасных красивых идей которые можно воплотить и я покажу вам как именно вот бюджетных магазинах можно купить очень очень подобные вещи вот допустим эти салфетки и скатерть недавно я купила я показывала вам были на самом деле полотенце которые я разрезала пополам и получили салфетки и дорожку подобном стиле и вот буквально на днях я купила скатерть тоже очень бюджетный вариант буквально в 10 раз дешевле чем это можно было бы купить у них но я купила бюджетном магазине но под влиянием вот именно того что я увидела в этом более дорогого стильном магазине если вы никогда не заходили на этот сайт я очень советую посмотрите и вот там вы найдете вдохновение как к праздничному столу потому что у них очень все красиво оформлено и предлагаются различные варианты декора и также у них есть очень очень много базы и мы вот именно будем сегодня фокусироваться на базе можно купить как отдельные предметы так и целый набор и вот можно сориентироваться что в тренде что популярно прочитать ревью то есть отзывы от покупателей которые пользовались тем или иным брендом а как для них это все сработало и какие у них были проблемы и затем уже вооруженные этим знанием мы пойдем и сделаем сравнительные покупки и сравнительные находки в более бюджетных магазинах как видите цены в этом магазине вот конкретно этом сайте очень очень высокие от 1000 до 2000 и больше за набор кастрюль обычно кто покупает в таком магазине так это это вот свадебные подарки не от конкретных гостей каких-то а вот именно или от родителей возможно родители купят молодоженам или когда молодоженам дарят деньги тогда при желании они сложат это в одну большую сумму и вот купят набор таких кастрюль практически 50 процентов из того что мы видим здесь можно купить бюджетном магазине сделать покупки более обдуманно и конечно там не будет такого разнообразия предложенных вариантов но базу вы найдете именно более бюджетном магазине но всегда хорошо ориентироваться на то что в тренде и вот именно прочитать все ревью под каждым отдельным брендом как он работает для хозяек что я вижу вокруг когда хожу дома своих знакомых здесь и что я читаю в отзывах наиболее популярные кастрюли это вот именно кастрюли из нержавеющей стали простые в уходе тоже у меня такие кастрюлям набору этому наверное лет 25 уже и он выглядит примерно так же как и в тот день который я купила полхлад это наиболее популярный бренд там где живу я если говорить про нержавеющую сталь и также очень популярны жаровни и сковородки из чугуна вот такие сковородки они очень даже бюджетные и они незаменимы их можно купить как здесь так и в более бюджетном магазине я покажу вам разные варианты бывают не эмалированные вот как я вам показываю и бывают они в эмалированном варианте тоже стэнли тучи он ведет программу связанную с кулинарией на телевидении и вот от него представлена здесь и линейка которая сделана в италии всякие разные кастрюли сковородки небюджетные но рекламируется что это какой-то особые сплавы здесь используются и это новый тренд это новый бренд которого раньше не было поэтому естественно мы не найдем большого количества отзывов о том как нравится хозяйкам или нет на использование вот именно этих кастрюль я на себе не экспериментирую я не покупаю какие-то вот очень дорогие новые бренды если я этого не знаю и мои друзья этого не попробовали если вы одна из тех обладательниц которая уже имеет какую-то кастрюлю или сковородку от этого бренда напишите в комментариях под видео чтобы мы все знали но даже вот на этом сайте я не могла не найти каких-то отзывов но согласитесь немножко боязно покупать целый набор кастрюль за тысячу долларов и чтобы быть первым кто напишет ревью по этому поводу я буду не стала рисковать посмотрим дальше что у них еще здесь продается предлагаются целые наборы с керамическими не пригорающими подкрытиями если посмотреть на отзывы то есть на 5 звездочек отзывы у этого набора и вот то что бы и дело я если бы я фокусировалась на каком-то определенном бренде я бы посмотрела здесь и затем пыталась бы найти похожую посуду в более бюджетном магазине еще что популярно среди американских вот именно кулинарных блогеров это присутствие таких копро то есть медных кастрюль из сковородок знаете я посмотрела отзывы и отзывы и я бы не сказала что очень хорошие в основном люди используют их для декорации почему потому что вот это медь она очень быстро теряет свой вид и если ими вот пользоваться нужно относиться к ним очень очень бережно покупками чуть ли не как говорится в пархатных перчатках нельзя их ставить посудомоечную машину и так далее и потом они будут покрываться пятнами это считается красиво но если вам нравится как говорится такой вид у это все неплохо у меня как -то был чайник подобного покрытия и мой муж сказал мне его отдать избавиться я дала его сестре сейчас смотрю в каком состоянии у нее и он весь покрыт пятнами и невозможно было его вот очистить от этих пятен хотя они здесь дают на сайте какие-то рекомендации что все это возможно сделать но не знаю я не буду проводить как говорится столько времени чтобы очищать свои кастрюли и чайники но конечно если это все в новом состоянии то смотрится очень красиво и украшает кухню но это красиво смотрится вот именно в домах которые имеют крупные кухни место чтобы развесить эти кастрюли по стенкам или еще куда-то обычно их не прячут эти кастрюли они вот именно как какое-то украшение для вашего дома но чисто с эстетической стороны конечно все это смотрится очень очень красиво особенно если они новые и иметь наверно пару таких кастрюль дополнением к вашей кухне но вот весь набор я бы не покупала потому что из-за того что нельзя их ставить в посудомощную машину и я не хочу возиться с этим и потом переживать если такой дорогой набор вот это пожалуй самый дорогой набор кастрюль который продается на этом сайте даже со скидкой 2000 долларов я не готова вложить столько денег просто в то чтобы как-то красиво приготовить обед потому что когда я готовлю вижу только я а потом в конце может и садимся едим все это за столом на общем есть о чем подумать а если ваши финансы позволяют то почему бы и нет а вообще качество приготовленной пищи не находится в прямой зависимости от дороговизны кастрюль мне нравится сидеть когда мы приходим ресторан если там есть открытая кухня и наблюдать как готовят вот именно шеф-повары в каких кастрюлях они и сковородках они все это готовят для нас совершенно простых сковородках они готовят прекрасную еду поэтому я не считаю что нужно тратить вот какие-то бешеные деньги на то чтобы иметь какие-то особые кастрюли но в то же время мы не готовим на какое-то большое количество людей как это делать ресторане только готовим на свою семью и вот один набор кастрюль в него мы конечно можно вложиться но в пределах разума это вот мое такое личное мнение и еще что очень популярно это вот кухонная утварь от lacroset у них есть жаровни и такие небольшие также крупные сковородки также есть несколько брендов которые соревнуются с ними очень популярный бренд еще даже более дорогой чем lacroset это стаб тоже мне очень нравится можно купить более бюджетный вариант и вот от этого же самого бренда это у нас в аутлетах или в таких магазинах как tg max и home goods у них там бывают отдельные экземпляры вот именно от этого бренда для чего они хороши вот эти вот жаровни и которые эмалированные внутри они хорошо для приготовления каких-то стул то есть жаркое и для приготовления каких-то тушеных блюд нужная вещь хозяйстве каждой русской женщины это сковородки для блинов нот посмотрите на цену тот который мне понравился сковородки они 120 долларов нет у меня такой сковородки обхожусь обычной чугунной сковородкой она у меня довольно таки тяжелая но я справляюсь и единственное что хочу себе купить вот такую палочку до чтобы ее не понимать нужно попробовать чтобы вот как французы это делают разравнивают свои блины вот такой деревянной палочкой нужно попробовать я еще никогда не пробовала я делаю как вот наверное делаем все мы я просто держу сковородку в левой руке и и и поворачиваю таким образом у меня растекается мое тесто думала я что 120 дорого для сковородки для блинов но нет здесь еще он я смотрю за 184 за 180 долларов прекрасной сковородки для блинов а здесь у нас сковородки для пинкейков то есть для оладушек то есть можно и готовить самые разные формы и дизайна и в зависимости от того какой сезон вы можете покупать себе новую сковородку интересная вещь но мне кажется также будет захламлять нашу кухню я бы отнесла это к категории хотелок но не отнесла бы это к предметам первой необходимости также для вдохновения можно посмотреть в живую как красиво накрыть стол вот допустим здесь накрыли на день благодарения мне конечно вся эта посуда все эти сервиза очень очень нравится у меня нет и я не стремлюсь купить потому что не используются такие же сервиза на какой-то другой праздник это вот на один праздник у вас отдельный сервиз поэтому я покажу вам как я выхожу из положения немножко позже идем с вами дальше и вот здесь они уже накрыли стол на рождество у нас всего только на дворе когда я делала съемку было середина октября но у них уже предложено две разновидности как накрыть стол на рождество но так опять же если подумать даже в крупном доме где все это хранить она смотрится прекрасно смотрится очень красиво и стильно нарядно и торжественно но где хранить всю эту посуду которая будет использоваться только на один день и поэтому я обхожу с белыми тарелками и единственное что я меняю это салфетки салфетки у меня тематические праздничные каждому празднику у меня свои тканевые салфетки и затем я добавляю какой-то декор в центр стола также можно сменить скатерть или сменить дорожку вот в моем представлении это гораздо более бюджетный вариант и в то же время и мы не трясемся над этим сервизом нам не нужно думать где все это хранить и в то же время мы можем салфетки поменять гораздо более легко если они нам надоели мы пойдем и купим новое от сервиза так легко не избавишься и будешь каждый раз думать сколько денег я вложил и где все это хранить и как все это беречь и кому по наследству все это говорится передать тоже очень эффектная и не дешевая вещь это у нас доска с прорезями и на ней решетка вот если нужно разрезать мясо то чтобы стекло сок это все туда поставить но эта доска стоит там 100 долларов и плюс и тоже использовать ее на один раз когда у вас особой званой гости впечатлить их да можно этим но потом все это нужно где-то хранить это для очень очень крупных кухонь где есть место все это сложить и для меня важнее насколько легко мне что-то найти и насколько у меня все организовано и мне нравится вот даже иметь какое-то пустое место чем иметь забитые ящики и когда я не могу что-то найти и я не знаю где мне что лежит и это стоит тоже очень очень много денег поэтому я можно сказать при размерах моей кухни которые довольно такие крупные я все равно считаю себя минималистом потому что можно конечно запихать и побольше гораздо всего в нее но мне даже и не хочется поэтому я вам показываю что предлагается что продается если вам нравится ставьте цель и приобретайте такие вещи но я покажу вам немножко позже то что у меня в действительности есть на моей кухне и вы увидите насколько принципе минимальным набором кастрюль и всего мы можем обойтись и приготовить обед накрыть стол принять гостей и так далее утверждение что в америке кулинария не популярна и женщины не умеют готовить это утверждение считаю мифом потому что далеко не все здесь такие которые не умеют готовить многие пытаются по крайней мере этому научиться вот сейчас мы с вами смотрим на кукин класс это здесь урок кулинарии пришли здесь разные девушки группа целых девушек видно что вот в центре которые у нас с лентой это у нас будущая невеста остальные подружки и пришел вот сейчас зашел в эту комнату мужчина он шеф-повар будет их сейчас обучать как готовить ну я вижу сюда приходят и пары жена с мужем приходит или girlfriend boyfriend тоже приходят и берут такие уроки это очень-очень популярное дело ну и сейчас мы с вами заглянули в такой бюджетный магазин сейчас мы с вами в магазине home goods вот смотрите какие у них красивые завезли такие емкости для того чтобы сюда оставить шампанское насыпать льда и поставить шампанское цены очень даже приличные мне это не нужно потому что мне уже есть не такая красивая но в принципе мне есть такая емкость и такие более объемные тоже вот это тоже называется ice bucket здесь хранить лед она с крышкой которая слева была туда мы кладем лед и когда делаем какие-то напитки этот лед мы будем использовать у меня моя мне больше нравится у меня она старинная я вам ее показывала всего за 10 долларов я купила и моя мне нравится гораздо больше здесь также вот продаются всякие разные интересные напитки вот эти напитки можно поставить в такую большую емкость со льдом когда у вас пришли гости они будут сами их брать в америке так подается если у вас очень большой партии то если вы пригласили много гостей а если немного допустим 4-6 человек то вы сами будете делать им напитки но если 20 и 40 человек бывает по столько приглашают то тогда ставят на общий стол и показываю вам что тоже продается в этом бюджетном магазине это мне кажется все декоративные варианты никто из этого пить вряд ли это будет пользоваться и вот подумайте есть ли у вас место куда-то все это поставить хотя смотрится конечно интересно но этому всему нужно место даже продаются такие интересные крошки их такая же ровня от лак русет и она будет наверное в два раза дешевле чем покупать подобную от вели санома но качество будет то же самое но хотя здесь тоже не дешево смотрите 200 долларов за одну жаровню и у меня всего одна жаровня от лак русет я вам немножко попозже покажу а вторая у меня более бюджетный бренд вот и что еще у них в этом бюджетном магазине посуда неплохая посуда которую можно использовать на какие-то праздники и я бы не покупала вот целый набор этих тарелок я бы наверное все это смешивала добавляла вот такую небольшую тарелку какой-то белой обеденной тарелки сейчас попытаюсь вам показать что примерно бы я сделала вот что-то примерно такое мне кажется было бы хорошо просто купить наверно 8 или 12 не знаю сколько гостей вы планируете купить таких небольших тарелок чтобы как-то украсить аж стол этого было бы достаточно но весь набор покупать не обязательно это мое такое личное мнение что у них еще интересного в бюджетном магазине вот совершенно прекрасная цена 29 99 то есть 30 долларов за такую жаровню в ней можно сделать или prime rib разбив или в ней можно сделать индейку но нужно будет закрывать крышкой но вот я спросила может хоть чтобы я новый купила он говорит что ему нравится с крышкой и олклад это тоже очень хороший бренд который продается в вели мсанома и здесь мы его видим повторение в бюджетном магазине так что если вы не хотите тратить много денег но по крайней мере где живем и есть другие варианты не обязательно идти в вели мсанома покупать можно посмотреть там что в тренде и дальше покупать в других магазинах и то что нравится делать мне вот так же я вам показываю очень хороший бренд от олклад продается здесь когда все-таки выдерживается в одном от одной линейки кастрюли какие-то чтобы не было как говорится в разнобой все смотрится органично в кухне красиво когда вы открываете ящики все кастрюли у вас более-менее совпадают друг с другом для меня это важно еще мне нравится когда кастрюли входят одна в другую как матрешки таким образом у нас нужно хранение только вот для самой крупной кастрюли остальные все входят внутрь максимизируем хранение и в то же время у нас есть выбор нужно приготовить маленькую порцию или большую у вас есть кастрюля как говорится на каждый случай жизни сейчас покажу вам чем обхожусь я у меня набор от куска как вы видите все разных диаметров у меня это все кастрюли и одна крупная сковородка эта сковородка из нержавеющей стали также принадлежит к набору кастрюль и затем у меня несколько сковородок здесь из чагуна вот те сковородки у меня очень очень долгое время служит и ничего с ним не случается но вот эту сковородку я купила пару месяцев назад по просьбе сына ему нравится чтобы ничего не пригорало вот и она сделана в италии и вот как видите уже поменяла немножко свет из-за того что моется в посудомоечной машине но вроде покрытие пока надежно держится потому что до этого я купила какую-то сковородку с тефлоном то прослужила нам где-то полгода и что-то он не сильно ее ободрал видно он не следил чем он помешивал потому что ему все время говорю использую какие-то деревянные приборы они используют металлические ну в общем она ободралась и ее выкинула потому что если цифлоновое покрытие повреждено я знаю что пользоваться теми сковородками нельзя и дальше в нижнем ящике справа у меня стоят крышки и сейчас я вам показываю для чего используется вот эта верхняя приставка с дырочками она ставится наверх кастрюли в нижнюю кастрюлю наливается вода вот в верхнюю такую полу кастрюлю в которой есть дырочки в нее допустим кладутся какие-то овощи допустим брокколи и готовится это все на пару вот в америке часто готовят овощи таким способом у меня еще там есть вот эту сковородку купил мой муж для того чтобы жарить или мясо или рыбу часто он это выносит и готовит все это на гриле получается такие полосочки ребрышки если вы положите допустим туда кусок рыбы вот и на этом все я вам показала в этих ящиках сейчас покажу вам пару жаровин которые у меня есть потому что про это тоже были вопросы есть одного такая более глубокая и вторая более широкая обе эти жировни эмалированные и это я думала умела красит у меня она кажется романтина и это вот последнюю я покупала в кускал я помню что там цена была лучше и под дней стоит блюдо вот это глубокое блюдо в нем я выпекаю спонакопиту вот покажу вам еще последний ящик это огнеупорные жаровник можно ставить духовку в них я готовлю какие-то горячие закуски дипы или я готовлю какие-то сайдиш на доводственный день благодарения когда я приношу что-то к сестре можно поставить уже на общий стол и вот сейчас я показываю вам последнее место где у меня хранится разные против они это у меня над духовкой вертикальное хранение здесь я думаю что показала все свои сковородки и кастрюли вам в этом видео следующим номером в нашей развлекательной программе на сегодня будет рецепт который я давала вам уже в прошлом но который я хочу освежить в памяти моих старых зрителей для тех кто присоединился недавно для вас будет прекрасный осенний рецепт на этот раз мы будем готовить супер из тыквы я делаю запись этого видео рецепта прошлом году зимой и потом знаете что-то одно за другим наложилось и у меня не получилось выпустить это видео потому что уже как-то было поздно в сезоне но сейчас я думаю самое время выложить вот именно этот рецепт для того чтобы вы могли приготовить его и это прекрасный рецепт именно для осени а для него вам понадобится тыкву тыквы традиционно здесь используется баранат сквош но можно использовать в принципе любую тыкву вот я готовила на этот раз из тыквы и корн на мой взгляд она даже вкуснее чем баранат потому что она какая-то более считается в америке какие-то на ти флейвор такой более ореховой вкус у нее и он немножко даже я бы сказала слаще да немножко насыщеннее но баранат сквош тоже хорошо подойдет и это вот и в принципе традиционно чего готовится от тыквенный суп по крайней мере это мере там где живем мы и и дальше я показываю вам здесь какие специи в нее пойдут мускатный орех перец каян и также нам понадобятся молочные продукты но у меня здесь сливочный крем и half and half это пополам молоко пополам сливки если вы чувствительны и вот именно к жирной пищи вы можете обойтись сливками но вообще традиционно идет туда сливочный сыр целая упаковка пойдет сюда сейчас что я сделала такого у меня была предварительно запечена вы можете ее не запекать в духовке вы можете ее отварить прям вот в воде или в бульоне в курином бульоне вы можете ее отварить это тоже будет нормально но когда она запекается на мой взгляд она становится сладче она набирает более интенсивный вкус вкуснее получается суп когда тыква у нас запекается и затем что я сделала здесь я залила это все бульоном у меня она еще будет одовариваться потому что она должна очень-очень сильно вот буквально развариться в то время когда все это происходит мы добавляем сюда специи я уже показала вам следите за титрами потому что если я что-то пропущу я обязательно добавлю в титры парень и порошок камен если я сделаю какую-то ошибку в произношении то пожалуйста простите меня я не знаю точно как это все произносится по-русски потому что я слышу эти названия только от англоязычных кулинарных блогеров или просто в обиходе поэтому если я что-то произношу неправильно вот именно насчет специй это того что я просто не встречаюсь с этим нет у меня таких знакомых которые говорят со мной вот именно о специях и которые знают как правильно это все произносить когда мы добавили все специи наша тыква уже здесь разварилась нужно все измельчить очень хорошо сейчас я использую погружную блендер в том случае если у вас не дома погружного блендера чтобы сделала я в одно время у меня мой старый сломался а новая еще не купила а суп я начала варить и вышла из положения я перелила все это а в котором вот допустим мы бы приготовили какие-то смузи я переняла в него суп он был горячий да ну что было делать другого выхода не было я в него перелила все в нем измельчила затем обратно вылили в кастрюлю это тоже выход если вы будете использовать толкушку допустим которую вы используете для картофельного пюре такой однородной консистенции вы не достигнете но в блендере наверное это будет выход в таком блендере который вы используете для смузи это наверное вариант если у вас нет погружного блендера на этот момент я добавила сливочный сыр и добавила сюда сливки меня на самом деле не сливки а half and half займет время наверно минут 5-10 чтобы сливочный сыр полностью растворился не отходите никуда постоянно помешивайте чтобы ничего не пригорело и чтобы вот ваш суп получился очень однородным если вы заметили что у вас какие-то комочки что не растворяется однородно в этом случае снова используйте погружной блендер и нужно добиться вот именно очень-очень однородная кремообразной консистенции консистенцию которую мы хотим достичь она должна быть вот буквально шелковистая и такая очень-очень кремообразная если вы видите какие-то комочки это недостаточно хорошо размешано это недостаточно хорошо пройдено по всему блендером так что погружной блендер это ваш самый главный помощник используйте его и вы достигнете вот такую идеальную консистенцию и его затем я хотела показать вам какую-то эффектную презентацию именно для того чтобы вдохновить вас на то чтобы приготовить и попробовать этот суп если вы никогда его не пробовали что я сделаю сметану немножко такие капельки сметаны и затем мы все можете это протянуть или палочкой или допустим какой-то ложкой и сделать такие красивые разводы подать вашим близким это все или с крутонами или как вариант допустим если вы хотите более сытный обед можно подать допустим какие-то сэндвичи или панини здесь я немножко посыпаю семечками или тыквенные семечки вы можете использовать или обычные подсолнечные семечки это тоже как вариант украшения этого супа также вы можете к нему подать какие-то сэндвичи допустим вы можете сделать или грилл чиз или хэммэн чиз то есть там между двумя ломтиками хлеба будет у вас или просто сыр или у вас будет и сыр и ветчина все это сначала предварительно хлеб обжаривается на сковороде и затем все это запекается сыром под прессом да но для меня достаточно вот этой тарелки супа и допустим даже если с крутонами это более чем достаточно для меня вот именно для обеда я бы еще не добавляла каких-то бутербродов сюда потому что нужно следить сколько мы едим лучше всего наверно к этому супу подать какой-то салат зеленый салат я имею ввиду вот это будет более здоровый выход но если ваш мужчина такой с аппетитом да то ему возможно недостаточно только супа и салат большинство мужчин не особо любят ну и в заключении видео я хочу предложить у складу для вашей души новую песню которую написал олег миляев на стихи моей подруги татьяны золотовой и она посвящена осени что вчера еще казалось пышной роскошью восхищала удивляла красотой то осыпала сегодня медным грошиком обесценилась монетой у пустой догорают как костры рябины в сполохе мачты сосен как мечты стремятся ввысь этой осенью моя уходит молодость то не листья вдаль то годы унеслись любой уход сродни печали у осени скорбящий взгляд как листья годы под ногами уж с безоглядностью летят и молодость как лист осенний исчезнет в дымке голубой что наша жизнь одно мгновение что наша жизнь одно мгновение не уходи прошу постой облетает не спеша с березок золото по пустым аллеям жмутся тополя небо низкое над городом расколото как ковром укрыта листьями земля ветви тянутся за вечностию молитвами распоясались сезонные дожди календарь как осень отрывает листики равнодушно без прощального прости любой уход сродни печали у осени скорбящий взгляд как листья годы под ногами уж с безоглядностью летят и молодость как лист осенний исчезнет в дымке голубой под ногами 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 Продолжение следует...